Ну что же, not today, четвертый пик, в кого же все-таки решат взять, здесь можно бесконечно долго рассуждать о том, кого они могут взять, но они берут тимбера, и вот это уже интересно, тимбер соу от not today, куда он пойдет, будет ли это персонаж стоящий соу на соло, или же все-таки это мидлейн персонаж, ибо все еще я верю в агрессивную трилейн команды not today, и что же, вульту, четвертый пик, должны отвечать чем-то на этого тимбера, есть уже Клокверк, есть Кентавр, есть Рубик, соответственно, Клокверк и Рубик это саппорты, Кентавр это оффлейн, не хватает также им кора и не хватает мидера, наверное, сейчас возьмут какого-то мидера, а кора оставят напоследок, хотя, может быть, наоборот, сделают выбор коров, стремится практически к нулю, но к нулю, это стремиться не будет, но для южноамериканской доты уже парочку основных у героев забанили, и ультуры берут Клинксов, ой-ой-ой, а Клинксов на первый раз я вообще вижу на этих квалификациях, и очень интересно, как его будут использовать в ультуре, это новый персонаж, до этого он, по-моему, вообще ни разу не был взят, в таком случае, у меня на стриме, то есть я вот точно не помню у тебя на стриме, и интересно, как его будут использовать в ультуре, ну что же, Клинкс Клинкс залетает против Not Today, против Timberso, и вроде бы все это даже очень неплохо, и так, пятый бан от Not Today, кого же они решат забанить? И куда этот Клинкс? Это Клинкс на Мет или Клинкс на Кора? На Керри? Не знаю, не знаю, не знаю. Not Today банят инвокера, не хотят видеть этого персонажа против себя, и тут же сразу мгновенно залетает Вайпер и Шедушинт от Вультура, ой-ой-ой, пока что мне кажется, что Вультура здесь очень решительно настроена на победу в этой игре, и ни в коем случае не хотят ее отдавать Not Today, но все мы прекрасно понимаем, что Not Today действительно сильная команда, и в принципе она может показать себя довольно-таки неплохо. что же, Not Today Пятый пик Кого же возьмут? Not Today, Not Today Думать над своим пятым героем действительно теперь сложновато придумать, ты и Тингера не возьмешь, потому что там есть Глокверк, и на другом мидере будет довольно-таки сложно сыграть, здесь действительно очень сложно будет выбрать героя Not Today, и вообще сложно уже будет по самой игре, ибо Вультура, но уж очень-очень хорошо распекали, очень мне нравится пик, и посмотрим, смогут ли они использовать все аспекты своего пика по максимуму. Итак, Not Today все-таки еще думают о своем пятом пиком, остается у них еще 23 секунды дополнительного времени, и это Темплорассасин, но вот Темплорассасин, не знаю, здесь слишком много контроля на нее имеется, и в принципе она может действительно выиграть игру, но вультура могут просто не дать ей ничего сделать, а пока что здесь все персонажи помимо Тимбера и вообще условного Андайинга, ну невероятно тонкие, хотя Вингавкора в принципе должна показывать себя как неплохой персонаж, который вроде бы может впитывать урон и наносить его. И что же, Not Today, Варлок, Винга, Андайинг, Тимберсоу и Темплорассасин против Кентавра, Рубика, Клакверка, Клингза и Шедоу Финда от вультуров. Кто окажется сильнее в этом противостоянии? Кто же лучше играет в доту? Мы сейчас с вами и увидим. Разбираю сейчас, ребята, своих героев, совсем чуть-чуть остается до старта игры. Давайте посмотрим, кто же на ком играет. Соответственно, дота немножко пролагивает у нас, это уже святое дело, но давайте же представим, кто на ком у нас играет. За команду вультура играет Пита на Шедоу Финде, Ника на Клакверке, Сген на Кентавре, Альгадау на Клингзе и Фолкбек на Рубике. В то время как за команду Not Today играет Зон на Тимбере, Хантер на Андайинге, Невермор на Темплорассасин, Масоку на Варлоке и Эску М на Венжета Фулл Спирит. Что же, пауза стоит, потому что немножко забагалась камера, так что давайте покажите, я перейду на центральную линию. И вроде бы здесь у Not Today такой, знаете, пик, который больше поднаточен на Early Game, возможно, начало и середину Mid Game. В то время как культуры могут, в принципе, драться как и в Mid Game, так и в Late Game. Возможно, они не так сильны на Lane Study или Early Study, но по всему остальному они действительно сильнее своих оппонентов и обходят их где-то на чуть-чуть, а где-то на огромные шаги. Что же, отжимается пауза. Давайте посмотрим то, что у нас взял на центральную линию. На констике камера у нас разбогалась. К тому же, посмотрите, ребята, это же обуз душ Шедуфинду. Как я мог такое не заметить? На обузке ему сейчас где-то 9-12 души. При этом... Что здесь Шедуфинд? Вот. Должен что-то проходить в коге. И при этом, по сути, это ничего и не потеряет. У нас ультуры придет с полными душами Шедуфинд на центральную линию и начнет овнить там Тамплорасасин. И что же. Ника. Готовы. Следующие коги. Почти что. Там там будет уже 9 душ. После всего этого Шедуфинда. Хорошо, 9 есть. Ну и, соответственно, по вардам. Давайте посмотрим, что вообще у нас происходит в этой игре. Ультуры ставит хороший лейнвард на своей сейф-линии. Также еще есть один абсервер. Но туда делают смокганг. А здесь у нас просто идет обыска полным ходом. И вряд ли кого-то поймают. Хотя кентавра могут здесь найти. Но тот постарается убежать. Тем более, эмэса у него должно хватить. Итак. Заходят в смоках. Нажимает свой инвиз Клинкс и палит смокганг. Как же здесь хорошо. Сейчас, как играл Клинкс, видит просто всех ребят из Not Today. И те вынуждены отходить. Не найдя никого. Ну и что же. СГ бежит на чужую баунчеруну. Заберет он, собственно, ее как раз таки в чужом лесу. Конечно же, на его энчин крипах тырят его баунчеруну. Но главное, что остается она в его лесу. И на темных энчинах все-таки забыли еще про 2 баунчеруны у нас команды. Про темный лес вообще все решили забить. Про светлый лес. Все решили забить и оставить там руну нетронутой. Ну и начинается у нас игра. И, в принципе, шедуфинду с крипсатом 0.12 на 30 секунде должно быть просто стоять на линии даже против такого героя, как Темпер Ассасин. И что же, Nevermore начинает как-то странно передвигаться между крипами. Мог он словить пару точек от шедуфинда, но тот почему-то не стал этого делать. Ладно, давайте посмотрим, что у нас вообще снизу. Снизу стоит Кентавр против Андайенга Винги. И третьего героя здесь, а что-то ниже. Потому что он у нас на верхней линии. Посмотрите, прочитали ультуры у нас агрессивную треку своего оппонента и сами стянулись в это время на топ. Ну, пока что ультуры мне очень нравится, как они все исполняют, как они вообще передвигаются и что у них в головах происходит. Стягивается Рубик на нижнюю линию. Будет помогать своему Кентавру стоять на боте. Тут у нас уже рядом Андайк. Но, в принципе, Андайк еще там дикие два закинет. И, в принципе, не будет у него больше маны. Нужно будет идти либо юзать шрайн, либо вообще идти на базу. Или же закупаться там, допустим, мангусами какими-то. Ну, а на центральной линии семь добитых крипов и два заданайных у Шэдоу Финда. У Ланая же три добитых и один заданайный. Выигрывает, вроде бы, пока что, как мы видим, ССФ. Вот уже вливает себе третьего крипа. Если не считать Коги, конечно же, от четвертого крипа. Два и десять четыре крипстат на центральной линии. Доходим-таки неплохо, Шэдоу Финда. В это время у нас снизу забирают Рубика под его тауэром. И отличная игра от Nuttoday. Nuttoday, естественно, умеет исполнять своих героев. То есть, да, возможно, они могут проигрывать в пике. Но чего им не занимать, так это исполнение на их героях. Это макро- и микроигры. Эти парни действительно что-то знают о этой игре. Ну что, в топе у нас остается Альгадау один стоять против зоны. В принципе, Альгадау сейчас его не особо будет напрягать. Но все-таки немножко неприязни он будет доставлять у нас зону. В это время выпивает Шрайн. На центральной линии у нас Шэдоу Финд. А вот Nevermore стоит вообще фуловый. И у него Шрайн не тронутый также. На нижней линии, как вообще там, стоит Кентавр? Кентавр с Бурманшалдом и третьим левелом добил всего лишь 5 крипов. Но у него все очень-очень плохо. У Тимбера на топе все шикарно. 17 добитых и 3 зазнайных имеется. Ну и в итоге пока что все шикарно на этой карте только лишь у двух героев. Это Шэдоу Финд и это Тимберсо. Герой, которым, собственно, просто не могут мешать команды. И что из этого можно понять? Из этого можно понять, что, скорее всего, на Медгиме у нас будет довольно-таки сильная заруба. Кстати, стягивается у нас ондайн какими-то постараться здесь теперь как-то воевать про Шэдоу Финдом. Мог в Ника поставить Коги и закрытый Хантер. Как раз таки это делать. И сейчас с коей помощью кто может забрать его Пит и так Пит. Еще пару ударов по Хантеру. Хантер. Хантер 20 хп. И нет. Все-таки Хантер на ремесе уходит. Делает ТП на базу. Никак не может забить и не нанести урон. Клокер вообще ничем. Нет ракетки. В Кулдауне были Коги. И если бы он поставил их 3 граунда, они бы не дотянулись. ИСФ дальше не пошел. Там цены меня поднимают на Свингу. Отвратительный Хукстонг от СГ. По нему пошел Миджа Маджик Миссл. Есть Связка. Есть Шэдоу Ворд. И СГ не особо приятно стоять снизу на линии. На середине МСКМ у нас пошел еще дальше за фуллбэком. Фуллбэк хватает мне кажется после стиков маны у Винги. И СКМ! СКМ! Ну нажми же ты стики! Дай Маджик Миссл! Алло! СКМ! Что такое? Неужели ты не хочешь халявного фрага? Столько там у тебя маны будет со стиков. Ну... 60 маны. Было у тебя допустим 60 маны. Вот краски 120. Ты действительно просто мог дать стики и выкинуть Маджик Миссл. Почему она то здесь не сделала я не понимаю. Кстати говоря Клокер выходит на центральную линию. Но все таки на вармаре ему прекрасно видел. За счет об сервер который поставил кто-то немного ранее на центральную линию. Не посмотрите что здесь делать в зон. Он просто вообще ничего не боится. Он спокойно стоит в крипах. Понимая что был Флетчер ему мало что может противопоставить. Что Клинкс Максимум что это может сделать от его размять сиренчейнцами. И не хватает просто у нас уруна у Альдагао на зону. Там уже тут Левшо его немножко подпиливает. И что же Шидоу Финт. Вроде бы стоит у нас ондайн вместе с Слоная против него на центральной линии. Но тот продолжает успешно добивать крипов без всяких проблем. На пятой минуте у нас имеется всего лишь одно убийство. Ну и довольно таки с его начинают команды. В принципе будет сейчас наверное очень аккуратно играть обеих коллективов. Потому что эта игра очень важна. Во всяком случае для No Today. И они рисковательны где точно не будут. Они могут растянуть игру нам не 400 минут. Но если они будут уверены в том что они будут убить и 400 минут. Они ее без проблем на столько времени растянут. Тимбер тем временем в топе ломает вышку. Боже мой просто Тимбер на пятую минуту сломалышку. На него идут просто все ребята из командовой дуры. Здесь зона отсюда никуда не уйдет. Минус зон. Очередной фраг достается Шидоу Финтур. Ну как очередной это его вообще первый фраг был. Но конечно да забрали Тимбер получили золото. Но проблема в том что тот против Клинкза. Стоя на линии в соло. Просто спушить один тавер на пятой минуте. Вы понимаете. Некоторые специально могут спушить один тавер на пятой минуте. А здесь Синберсоу. Который вроде бы не так прошибет по вышкам. Просто сносит вышку в соло. Ну что же. Невермор. В принципе сейчас готовится ганг как раз таки на него. Но без смоков на Невермора не выйти. В бот летит Клокверк. Там наверное так же назревает драка. Сюда телепортируется и Клинкс. Сникой бежит. Клинкс отменяет телепорт в бот. Очень больно тем временем у нас Кентавра. Ставятся Коги. Также подрубается у нас батарея салта. По-моему это была ошибка Клокверка. Пошла тычка по Клокверку. Минус Клоквер. Дальше погоня у нас еще за Кентавром. Будет еще пару тиков Шидоу Ворда. И 27 хп остается у Кентавра. Все таки выживает этот герой. И Not Today сейчас постараются сломать еще и вышку в бот. Ну что же неплохое. От них действительно начало. Начинают лидировать по фрагам. Сразу же активизируются по вышкам. Ну и довольно таки большой шанс того что сейчас они захватят просто преимущество в свои руки. И не отпустят потом своего оппонента. И так тут тем временем что вообще у Винги. Давайте посмотрим на Нетворсы. Посмотрим что кто себе за это время смог выформить. По Нетворсу на первом месте находится у нас Тимбер. Делит он первое и второе место с Шидоу Финдом. На третьем месте Винга с 3300 Нетворса. И на четвертом... Извиняюсь. На четвертом месте Таблорасасин с 2900 практически Нетворса. Кстати говоря тир 1 вышка в боте падает. Достается она вроде бы силам тьмы. Все таки никто ее не подлосхитил. Но и по графикам 4000 по золоту уже летит у нас. Но Тудэй по Экспириенсу всего лишь в 2000. Но там если вычитать 2000 золота которое получили на Тудэй Загощи. И как быстро стянутся на ее на Тудэй. Здесь посмотрите что здесь делают Невер Мур. Он просто начинает фармить стаки энчинтов. Забирает просто огромнейшее количество золота с них. И что он себе делает? Что он делает? Это быстрый даггер? Или же это фаст дезолятор? Что решает себе купить темпорасасин. Кстати у нас тем временем забирают в конце концов эскуэма на нижней линии. Здесь он загулял один и просто втроем вышли и убили его. Ну и на топе развлекается по прежнему у нас Тиндер. Он стоит. У него есть арканы. У него есть соу ринг. У него есть все что пока что ему нужно. Собираю сейчас болтстоун. У Жидуфинда же просто обычный носок. И рингов аквилла на него сейчас постараются выйти. Но я не думаю что получится. У Клокрака вообще ничего нет. Кентавр 700 золота. 800 золота сверху. Транквилл и Форманшилда. Клинкс с Блайтстоуном. С соу рингом и рингов аквилла. И Робик также без всего. В свою очередь как я уже говорил у Тиндера есть соу ринг арканы. Это пока что все что ему нужно. Собирает он сейчас себе болтстоун. И будет ну невероятно жирным. Также у нас у Зомби имеется Баклер. Собирает он себе скорее всего какой-то Микан. У нас находит сейчас Клинкса. Но если процветка на Клинкса. Тот просто дал тычку. Можно его постараться забрать. Рубик на хайграунде поймал Зомби. Зомби наверное слишком далеко загулял. Хантр постарается заданается о нейтральных крипов. Но в итоге отдает килл эсфу. Ставится пауза кентаврам. И видимо что-то у нас опять случилось в Ультур. Слишком много пауза сегодня было поставлено в Америке. Но давайте посмотрим что у кого дальше имеется. Это был Ассасиан Блайтстоун. Бутл. Пауэр Трэдс. И Маска Розора. У Варлока же ничего нету. Ну хотя да он шестой левел. У него есть големы это важно. Ну и Венга с рингов аквилой. Апнутыми стиками. И доминатором с носком. Хочет купить сейчас себя ПТ-ку. И так же прикупит потом еще сверху всего этого. Какой то драгонлендс. Что же. Эсквэм. Тут в топе. Подрежут не уже сейчас Клинзо. Не уже не Клинзо подрежут. Остаются у него просто хипа на туточку за ним бежит. Заон не туда дал чакрам. Но по моему хочет это своего оппонента. И все таки забил этой стороной кличте своего оппонента. И так Рубик. 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 Все таки Рубик отпускает Тимбера. Как Тимбер убил Клинзо? Да, конечно, я понимаю, как, но Тимбер вообще априори, ну, не должен убивать Клингзов, это странно, это немного странно, но приятно удивляет меня этот Тимбер, показывает, что он не пальцем делан и что может вытворять даже такое. Ну и что, постараются, наверное, на Туды сейчас собраться вместе и пойти подкушать Риген Тауэр, зомби получает экспириенс на нижней линии, зомби, кстати говоря, пятый левел, имеется у него первый Тамп Стоун, первый Дикей и второй Соллиф, и еще один левел он оставляет никуда, его, собственно, не тратит. Также здесь у нас в лесу что? В лесу подфармливается спокойно Тимбер, видит его Ника, но максимум, что сможет сделать Ника, это поднатырить экспириенсы, потому что один он Тимберу ничего не сделает, да и, в принципе, они только втроем что-то могут предъявить Тимберу. Но у Зона в скором времени появятся Блодстоун, и тот пересканет вообще чего-либо бояться, там, теперь они у нас увидели, что здесь на кого-то появился дебаф, понимают о том, что Альдагау находится, Альгадау находится прямо здесь, и собираются, вроде бы, пока что, ну, туда едут, но Тимбер не спешит приходить к своим тиммейтам. Он продолжает стоять на верхней линии и получать золото и экспириенс. В течение погони Тимбера пошел Слаб, Ника, ну и в итоге этими когами сам себя и перекрел, хорошо. Отыграли Ноттудэй, наказали Ключника за его агрессию, ну и в тупе в это время у нас убивают Зона втроем, и то потом еще еле живой уходит оттуда Кентавр. Ну, в это время Ноттудэй же пушат Тироген Тавр в миду и стараются подсплетить вультуру, но, конечно же, вультуру будут подольше все это дело сплетить, и сейчас будут цифты пешки наверх у нас от Ноттудэй. Итак, Глифф уже был Ноттудэйми проюзан, здесь есть Винга, пошел телефон также от Ланайи, здесь поднимают Вингу, Винга, Винга, Маджек Миссел по Рубику, хорошо, Рубик, Рубик просто мгновенно умирает. Это что же, не понять, и на самом деле мне был мув от Рубика, почему он кинул Вингу сюда, а не допустим сюда, ведь из-за того, что он ее покинул сюда, он сломал деревья, которые делал ТП-Аут, и он ее накинул ближе к себе, и только, наверное, из-за этого он и отправился в таверну. Вот очень странные мувы, там тем временем у нас Ника со своим гаечным ключом и кентавром вместе с Жидоу Финдом разбирает Андаинга, но Ноттудэй это не смущает, они совершенно спокойно заходят на тер-2 тавер на топе. Ну вот, их все-таки немножко смутил Глиф и решают сдать свои позиции и отойти на свою половину. Тут уже весается у нас Андаинг, кстати говоря, у Андаинга есть Мека, но там немного другая проблема у Андаинга. Да, у него есть Мека, но посмотрите на его Монопол, просто 600, а Мека стоит 225, если мы сложим, допустим, хотя бы еще один скилл какой-то Томп Стоун, то мы можем понять, что Томп Стоун плюс Меказума это половина выясна Моны. Кстати, у нас не забрали, у нас Вингу на сверхней линии, также пытаются выжить Варлок, Варлок делает ТП-Аут отсюда и выживает. Но через Голема, который кого-то пытались забрать, в итоге отдали Ноттудэй здесь Фингу, и посмотрите, у Вультуры просто огрызаются на Ноттудэй, показывают то, что нет, ребята, мы так просто вам и грунтно не отдадим, вы вынуждены будете у нас ее забирать из наших мертвых рук. Тут погоня за Зоном, Зон пытается уйти на Тимберчейн, а вроде бы как-то получается, Хукшот от Плокверка, Ника, Ника не хочет ставить Куки, потому что прекрасно понимает, что у нас Зон уйдет из них на Тимберчейне, и погоня за Тимберсом прекратилась. Кстати говоря, у него уже есть Блодстоун, прикупает себе вроде бы даже второй Энерджи Бустер, нет, не прикупает. Есть Блодстоун у Тимбера, теперь проблем с маной у него явно не будет, ну и что у нас по графикам, а по графикам Тунуттуды стали лидировать всего лишь в 2000 по золоту и где-то в 2-3000 по экспириенсу, вот появляется Блодстоун у Тимбера, идут они сейчас по Блоту. И там должны забирать те 2 Тауэра, а здесь Клинк занимается единственной правильной вещью в такой ситуации, это спид крипов, прикупит себе он какой-то дезолятор, прикупит потом еще 1-2 артефакта, и только после этого он сможет как-то драться и быть полезным. А пока что, действительно, все, что можно делать, это пушить. И что же, потихонечку падает Тауэр в боте от Ноттудеев, они должны без проблем его забирать. Тут Клинкс, в принципе, даже побыстрее должен Ноттудеев пушить, если бы имеется у него стрейфы 4 серии на Эроу, но того прогоняет зомби. Тир-2 Тауэр в боте падает, и очередная вышка падает в копилку Ноттудеем. Что же, действительно, эта команда пока что выглядит очень неплохо, и внушаюсь уверенность в том, что именно они одержат победу на этой карте. Но, с другой стороны, ультуры тоже хорошо себя показывают в некоторых ситуациях, и дают ответные фраги по Ноттудееву. Итак, Хантер прожал своего флеш-голема и нажал еще Дикейн на Клинксайм, и просто его прогнал. Что у нас у Луная? Луная даггер, Луная дезолятор, Луная, в принципе, все, что ей нужно, уже есть. И можно идти и просто воевать, воевать, и еще раз воевать. У Тимбера также есть Ботстоун, так что он может также приконять теперь в драке. У нас все время поймали в льду Вингу, Вингу, очень-очень боль, Винга все еще живет, но он недолго влетает Клокер, Голем падает у нас практически ни на кого. Должны забрать здесь вот так и хорошо, забрали вместо этого Клинксайма, где вообще собрали Клинксайм, здесь разобкали у нас Клинксак, каким образом я этого не увидел. В итоге минус Клокер, минус Клинкс, но Тудэ, боже мой, что же они творят? Решают, наверное, теперь после этих минус двух зайти на Рошан и забрать себе Аегис. И с этим Аегисом уже руки будут у них поболее развязаны. Что же, потихонечку Рошан у нас падает. Никто, соответственно, из мультуров не сможет намешать Санкт-Плэм забрать Аегис, конечно, кто телепортируется кентавр и приходит, чтобы выделить Штурфинг, но слишком поздно, слишком поздно все они начинают стягиваться. Аегис в итоге достается у нас Невермору, то бишь Тумбларке, и пойдут сейчас они на Тир-2 Тауэр в минь, потом, возможно, придут похилиться, придут на топ и через Тир-2 Тауэр на топе просто зайдут на Хайграунд. А тут, тем временем, находят и срезают Рубика, пока что ловят на ошибках у нас в культуров, но Туды действительно прекрасно читают своего оппонента и сразу же давят на его слабости. Ну что же, башня в миду должна сейчас уже секунду на секунду упасть, и это минус Тир-2 Тауэр в миду. Они решают зайти сразу на Хайграунд, в принципе, что им мешает, и сразу же очень-очень быстро падает Тир-3 Тауэр. Посмотрите, Ланая просто неимоверное количество урона имеет, потихонечку, полигонечку, она подкушивает, там теряем назад драк, пытается пробить Тимбера, Тимберу очень больно, но его подкидывает, боже мой, этот Столлип, как же он его зарегенил. Минус Тир-3 Тауэр, и Ланая начинает теперь набивать барки, по-моему, джек-миссл, смап, не должно быть очень больно, слабо, минус Желез Клинбер, летает Клокер, Клокер, Клокер должен забирать минус Клокер, к размену 2 в 0, просто ничего не могут сделать, Вильдуры, но Туды Мбайбэк от Шидоу Финда, но здесь должны забирать, у нас Клингза, Клингза догрызают зомби, минус Клингз, режут тут у нас Кентавра вараннера, в это время просто на Туды спустится на бараках, и должны забирать просто вторую казарму магов и отходить после всего этого и так, Невермор, Нев должен потерять Аидис, так, рыбит Кентавр, минус Аидис, и Золана, и должны прийти ее тиммейты, и так, Невермор, ищут отойти, ну вот, видимо, после величного брака, нужно было сразу отходить, чтобы не терять Аидис, хотя в любом случае, Невермор, у нас Патхиоса, так что не придется ему возвращаться на базу, и сможет продолжить фармить, и вообще играть. И так, там Пларка Счет 7-11, ну давайте посмотрим, что у нас по Нетворцам А по Нетворцам, ну, Туды лидирует в 10 тысяч по золоту и в 6 тысяч по экспириенсу, и вроде бы этого преимущества должно быть в нем достаточно для того, чтобы они могли заканчивать, но ставится пауза Просят в ультуре немножко подождать Их, ну, и что у них случилось на этот раз? Они же не пишут, почему поставлена пауза, и насколько она будет вообще растянута Ну и сразу же отжимают, и пока что, но Туды показывают действительно хорошую игру, уверенно отыгрывают своих героев Вы дожимают, дожимают противника на его же базе И так, там Пларка с Дабл Дэмэджем в Ботле Собирает себе еще и Блэк Кинг Бар, там тем временем у нас забирают в игру Ну вот Венга, представляете, у нас постоянно одна Где-то Фидят вечно в одиночестве отдельно от команды Ну и посмотрите, но Туды Думаю, должны заходить у нас просто по топу и также ломать бараки в топе В это время, конечно же, у нас постараются засплетить силы света Но, как у них успешно-то получится Пока что, вроде бы, неплохо получается Сломали Тир 2 Тауэр, но тут вот так же он падает И вот Туды, неужели они пойдут на хайграунд? Да, решают не идти на хайграунд и задавать свой хайграунд Ибо там уже у нас Альдагау, Пита и СГ Что же, потихонечку, чертвит Тауэр падает, прилетает сюда Тимбер А где все остальные? Где все остальные? Но Туды-то у них падает ведь хайграунд Какие ТПшки у них есть вообще? Ладно, прилетается ТПшки у нас в Ботлана Она прилетает скину, активирует дабл дэмэдж с Ботла И сейчас должна разрубать просто всех Тает Мелт в Клифа В итоге весь Ронус Волда ушел в никуда Но Рубик это в конце концов забрали Постараются поймать, что это еще Шедуфиндан А тот уходит с Телепорта Убегает в Инвизи Клинкс И идут дальше по Боту Ну, Туды-фцы И, блин, задавили свой хайграунд Пойдут сейчас не по Топу, а по Боту В принципе, там тоже же стоит линия Ничего в этом страшного нету Правда, не будет уже дабл дэмэджа В Ботле у Топлорассасин Но это не так страшно У нее и так урона хватает Честно говоря, появляется у нее Драгон Лайнца Давайте посмотрим, что у кого вообще есть Шедуфинд, Хорисон Пайк, Шеду Блэйд И Пауэр Трэдс Кокверк Миндас Форс Тафф, Кентавер Даггер Ход оф Дефайнс Клинкс, Дезолятор, Аквила Сауринг, Пауэр Трэдс И Рубик с Арканами У, ну, Тудэй же У Тимбера Пайп Блот Стоун Мекала Андаинга с Гелом Кемпларк с Даггером Драгон Лэнсом БКБшкой и Дезолятором Барлок Арканы Венга Драгон Лэнс И просто Форс Тафф Потихонечку здесь у нас падает Кентавер Кентавер Хорош, ну, роняйте А просто Моногору Голуба Лем Сразу же минус Кентавер Там, где и никого-то У нас слабо Трэп, примите У нас Шедо Финда Очень-очень больно Искуя Мойскому Подхиливают Это Размен 3 Просто на одну Лишь Венгу Забирают Также у нас Здесь Шедо Финда Ну и, по-моему, Это ГГ Но Тудэй Расваливаются Его оппоненты Как хотят Просто не чувствуют Его в драгах Байбекается Клинкс Но он Так же Ничего Просто абсолютно Сделать не может Это минус Вторая сторона Должны также У нас добить Сейчас еще Роджовый барак В Меду И стянуться На верхнюю линию Пытались здесь У нас как-то На Альдагаву Выйти Но тут получил Просто Мелт в лицо И сразу понял Что шансов У него В этой драге Маловато Ну и что же Башенка В топе Так же начинает Потихонечку Потихонечку Падать К скорому времени Упадет ведь И третья сторона И по ДУСФа Еще 24 секунды Нужно тратся в ультурам Без штуки Да иначе Они потеряют Эти сторону Танцерин У нас просто луная Разваливают Рубик Разваливает клинза Минус 2 Уже есть Удерутся Зомби Но зомби Что-то Кто такой зомби Это вообще Саппорт Тем временем Ника Оставшийся Почти что Последним Из своей команды Отправлять Автаверные Не отправляют Все еще Максит От Рубика Здесь находят И убивают Кентавра А в итоге Рейс Такас готов На Шедоу Финт Но нету Клинза И так же Просто-напросто Нету Кентавра Остаются Гулые Бараки Здесь за них Стараются Угнаться Собственно Получается Это сделать У Темпларки Там зеренем У нас Воюет Уже Андаин По-моему Это Гудгейм И Из последних Сил Воюет Нас Вультуры Это Мега Крепы Для Натуды Тут Слап Учену Финда Шедоу Финт получает Мэжик Митцелл И сразу же Профессов Гудгейм Волтлейд Поздравляем Мы Not Today С победой На этой карте Действительно Доказали Они Что Нужны Переигровки И что Могут Они Здесь С первого Места Ну что же Я с вами Прощаюсь Для вас Работал Фастер Онлайн И Увидимся Даже Уже Не знаю Когда Всем Пока Пока Продолжение следует